сегодня тунику я не вязала занималась мастер-классом на вот такую варежку давно уже пора его заканчивать и также сегодня пришло сообщение в группе садика о том что нужно подготовить поделку тема у них пицца то есть можно ее сшить связать смастерить слепить из пластилина я посмотрел какие-то картинки в интернете выбрала вот такую пряжу это кроха цвет красный 50 грамм 135 метров это у меня остатки от точнее не остатки это начало я когда-то вязала начинала вязать джемпер это пряжа карамелька также вот такой но он на самом деле такой более рыжий цвет неправильный это детский каприз теплый здесь метраж 50 грамм 125 метров и еще вот такой красный цвет у меня есть они так и должны отличаться немного это будет колбаса такая круглая и на колбасе вот такие вот белые крабинки сначала я начну без вот таким цветом потом будет красный и сверху будет белый то есть это такое будет три слоя самой пиццы и дальше будет колбаса сегодня вторник нужно успеть связать это все до пятницы сегодня четверг за предыдущие два дня я успела только связать три кусочка и сегодня вот я сейчас их села сшила сшивала я коричневый вот такой ниткой для того чтобы не было видно здесь шва а потом белую я свяжу сошью потом белой ниткой по но скорее всего цепляя как-то аккуратненько чтобы вы здесь не выглядывала белая нитка изначально я вообще собиралась просто прошить обыкновенными нитками три кусочка но все равно было бы здесь наверно видно поэтому общем и тем более что хотела уже посмотреть как они будут смотреться вот такие три кусочка получились по расчету в петлях я либо потом кратко расскажу либо какие-то сделаю записи у меня вот здесь так все подширкаем потому что я высчитывала сколько петель набирать а получается красной ниткой 23 петли рыжий 25 на спицах номер 3 вязала и вот такие кусочки получились сейчас я пересчитаю вот эти белые детальки свяжу и также сошью и потом уже буду делать переделала эту белую деталь набрала 24 петли изначально здесь было 20 так спицы номер три и теперь вот так выглядит кусочек пиццы здесь край двойной и пришивала я получается белую и красную старалась проталкивать иголочку чуть подальше и вот такой получился кусок пиццы у меня будет всего три кусочка сейчас я сделаю еще на эти два и начну уже делать колбаску потому что сегодня вот уже день ближе к вечеру а в пятницу завтра нужно уже принести поделку и еще очень хочу успеть за сегодня связать тарелочку на которой потом положу пиццу на картинках там еще были зеленые детальки такие это наверное какие-то оливки или еще там что-то но у меня уже времени остается очень мало поэтому сделаю только колбаску и вот очень хочу успеть сделать еще тарелочку круглую с кусочками пиццы я закончила связала вот такие колбаски так они смотрятся неплохо а вот с этой стороны конечно вообще не очень но как сделать более аккуратно у меня уже разбираться времени нет уже очень позднее время я перешла к тарелочке вяжу крючком пряжа это пехорка радужный стиль и вот вижу просто по кругу нашла схемы в интернете и сделаю просто круглую тарелку вот такого цвета получилась небольшая корректировка ту тарелочку я распустила потому что во первых она получалась тонкая и во вторых я бы вязала наверное ее до утра поэтому я тура спустила и начала вязать крючком номер пять в три нити и теперь здесь конечно вяжется намного быстрее и тарелочка такая прям плотная получается поэтому вот такую тарелочку я и буду вязать тарелочка готова или наверное это больше такая как подставка под что-то но в общем эта тарелочка для пиццы и вот так она будет на ней смотреться это пицца может быть маловато я немножко тарелочка но для трех кусочков пиццы вполне потому что уже поздняя ночь и с непривычки у меня уже прям ну да вы такие на пальцах в общем пора закругляться вот такая поделка пойдет завтра в садик прошла уже целая неделя и вот чем я занималась я перевязываю свой процесс январский а я уже показывала его предыдущем влоге говорила что там у меня было немного мало петель здесь и теперь я добавила 9 петель сейчас у меня в работе 180 петель от наборного края и дальше я здесь небольшими изменениями вижу с прибавками пряжа это ализе софте в составе стопроцентный микрополиэстер спицы 35 цвет номер 62 вижу на спицах три с половиной и небольшие изменения это прибавки по боковым частям здесь я выделила 4 центральные петли и делала прибавку до 4 петель и после также вот через 10 сантиметров я повторила также сделала две прибавки то есть получается 180 и две прибавки по 4 петли в ряду 188 петель то есть с количеством 188 петель я подошла к подрезам до подрезов от начала до самого подреза я вывязала полностью 3 моточка пряжи а все потому что у меня всего 5 мотков и мне нужно уложиться вот в тело без рукавов но с обвязкой горловины мне нужно использовать ровно 5 мотков потому что у меня есть такая пряжа но там совсем белый цвет и голубой а про рукава я также уже озвучивала что будет другого из другой пряжи у меня есть вот такая ализе ангора gold этот цвет номер 450 составе здесь акрил и шерсть либо в две нити либо какие-то тонкие будут ажурные рукава в одну нить и также сегодня я еще открыла свой шкаф и нашла и нашла вот такие два матка пряжи это ализе лана gold 49 шерсти 51 процента это акрил 100 грамм 240 метров и это такой же номер цвета 62 как и это ализе софти но этот тоже подходит цвет они отличаются сейчас вот на когда смотрю через камеру они отличаются а вот так вообще в жизни меньше видно в общем разница поэтому либо в одну или две нити этого либо все-таки это будет такой теплый свитер и возможно рукава я тогда сделаю из лана gold но я буду вязать конечно же образцы свяжу рукав лана gold и вот такой свяжи свяжи рукав и там потом уже я решу какие сделать вот такие рукава что касается вязание дальше а насчет подрезов здесь у меня три петли на подрез я сняла их вот на такую нить дополнительно 3 петли я две петли я забрала с передней части и одну петлю со спинки дальше я вязала на высоту 17 сантиметров и теперь я уже здесь сделала хороший скос плеча на плечи у меня по двадцать шесть петель и разворота я делала через каждые три петли здесь у меня осталось две петли по по передней части и по спинке я также сделала свои расчеты если кому-то будет интересно я могу оставить эту информацию под этим видео а вообще ну конечно же каждый мастерица свои делает расчеты потому что пряжа разная и вырез горловины кому-то возможно нужен будет больше вырез головины я решила сделать его не таким большим и связать ворот что касается остатка пряжи то вот у меня что всего осталось я вязала от одного мотка одну часть и от 2 мотка вторую часть и вот что у меня осталось из этого мне нужно связать ворот и если у меня вдруг еще что-нибудь останется то тогда я и довяжу оставшуюся пряжу вот таким процессом я занималась всю предыдущую неделю вяжется кстати это пряжа очень быстро я уже вязала из нее но это была детская вещь взрослые вещи я еще из нее не вязала посмотрим как она будет в носке но я думаю что такая приятная комфортная пряжа она может только радовать также я жду посылку с пряжей это был новый магазин для меня новый я нашла его случайно когда искала нужную мне необходимую мне пряжу когда пряжа придет я конечно же обо всем покажу а сейчас я буду прощаться всем всего доброго и до скорых встреч